Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение четвертой книги царств. И мы будем читать последнюю, 25-ю главу этой книги. В 9-й год царствования своего, в 10-й день месяца, пришел Новохудоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его и устроил вокруг него вал. С чем это связано? Он уже приходил к Иерусалиму. Это связано с тем, что царь Иерусалима Садыкия отложился от царя Вавилонского и прекратил платить дань. И Вавилон во всей ярости пришел, чтобы наказать евреев за такое поведение. Сделан был вал для осады города. Обычно на такой вал ставили машины для метания камней, чтобы обстреливать город. И находился город в осаде до 11-го года царя Садыкия. И в 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. Народ земли, имеется в виду простые люди, но в то время только такие там и оставались, потому что ремесленников увели в Вавилон, воинов увели в Вавилон, князей увели тоже в Вавилон. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдей же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско Халдейское за царем, то есть за Садыкией, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому, в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Садыкия закололи пред глазами его, а самому Садыкия ослепили глаза, исковали его оковами и отвели его в Вавилон. То есть последнее, что видел Садыкия, он видел, как закололи насмерть его сыновей. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год Новохудоносора, царя Вавилонского, пришел на вуздан начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим. То есть уже не сам Новохудоносор, потому что город сокрушен. Прислали просто начальника телохранителей, как бы зачистить это пространство. И сжег дом Господен, и сжег дом Господен, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушила войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, то есть предателей, которые предались и царю Вавилонскому, и прочие, прочий простой народ выселил на вуздан начальник телохранителей. Разрушение стен означало, что это просто открытое пространство, это уже как бы и не город. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками, виноградниках и землепашцами. Посмотрим, какие есть истолкования. Кирилл Иерусалимский, это его огласительные слова, пишет. «Каковы твои мысли о Навуходоносоре? Не слышал ли ты из Писания, что он кровожаден, свиреп и имеет зверские устремления? Не слышал ли, что он ослепил царя после того, как тот увидел своих заколотых детей? Не слышал ли ты, что он сокрушил херувимов? Я говорю не о духовных херувимах, нет, не думай так, человек. Но херувимов из военных, очистилище, из среды которого Бог говорил слух, то есть святая святых. Он попрал завесу святыни, взял кадильницу и перенес в капище, все приношения разграбил, храм сжег до основания. Какого он достоин был наказания за умиршвление царей, за сожжение святыни, за пленение народа, за посвящение идолам священных сосудов? Разве он не был достоин тысячи смертей? Увидел ли ты величину зол, посмотри теперь на Божье человеколюбие. Он был обращен в зверя, то есть на выхудоносор, проводил жизнь в пустыне, был бит, чтобы спастись, имел когти, как лев, ибо был хищником святыни. То есть он разрушил святыню и за это стал как чудовище. Имел львиные волосы, ибо он был лев, похищающий и рычащий. Ел траву, как вол, ибо он был скот, не познавший, даровавшего ему царство. Его тело было омочаемо росой, потому что, видя потушенный росою огонь, он не уверовал. И что же происходит? После этого, говорит, я, на выхудоносор, возвел глаза мои к небу и благословил Всевышнего и восхвалил и прославил Пресносущного. Это цитата из книги Даниила. О чем это? На выхудоносор был наказан Богом тем, что он превратился как бы в зверя. Произошло помутнение его рассудка. И этот царь, который осмелился войти во святая святыих, куда нельзя заходить, В его мозг вошел какой-то ангел, который стал внушать ему, что он зверь, вол. И на выхудоносор убегает в поля, начинает есть траву, как зверь пасется, как лев рычит. То есть стал бесноватым, бросался на людей. Но находясь в этом состоянии значительное время, он в молитве вызвал Господу. И Господь его простил. Потому что Господь ищет покаяния для каждого человека. Но здесь рассказывается далее о том, что происходило, когда разрушался храм. И столбы медные, которые были у Дома Господней, подставы, и море медное, которые в Доме Господнем, изломали халдеи и отнесли меть их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли и кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное. Взял начальник телохранителей. И столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в Дом Господень. Меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца, три локтя и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе сеткой. Надо сказать, что при Соломоне очень многое было из золота. А потом, когда это пропало во время всяких войн, заменяли медью, а здесь и всю медь вывозят в Вавилон. То есть происходит как бы полное разграбление святого места и полное опустошение. И Кирилл Иерусалимский продолжает рассуждение. «Что же Новохудоносору, который совершил столько зла и после раскаялся? Бог даровал прощение и царство. А тебе, кающемуся, уже ли не дарует отпущение грехов и царства небесного, если ты будешь жить достойным образом?» Господь человека любив, скоро прощает, но медлит наказывать, поэтому никто да не теряет надежды на свое спасение. Петр, верховный и первенствующий из апостолов, трижды отрекся от Господа предслужанкой, но раскаившись, плакал горько. Плачь же изъявляет сердечное покаяние, и потому он не только получил прощение за свое отречение, но еще удержал неотъемлемо и апостольское достоинство. Казалось бы, нет прощения за такое разрушение тотальной храма, Иерусалима, уничтожение верующих людей. Да, Анна Уходоносор понесет наказание за все это, но и будет прощен. Почему? Потому что главный виновник разрушения храма – это всегда народ Божий, который своим нечестием разрушили храм до того, как Бог попустил на Уходоносору и его там людям прийти и сжечь эту святыню. Поэтому, когда мы пытаемся переложить вину за разрушение наших русских храмов на кого-то, на самом деле она лежит на нас самих. Если бы мы жили достойно, Господь не согнал бы нас с собственной земли, не попустил бы разрушить наши храмы, а если это произошло, то только по нашему нечестию. И взял начальник телохранителей Сераию, первосвященника, Ицефанию, священника Второго, и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и пять человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и песца главного войска, записывающего войско народ земли, и шестьдесят человек из народа земли, находившихся в городе. Город практически опустел. Людей можно было сосчитать по пальцам. И взял их на вузардан начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому, в Ривлу, и поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле, эмав, и выселены иудеи из земли своей. То есть был умертвлен и первосвященник Божий Сарае. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, который оставил на вуходоноса царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадулию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадулию, то пришли к Гадулии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нафания, и Иоханан, сын Кореи, и Серая, сын Танхумефа, из Нетофафа, и Езания, сын Махитина, они и люди их. То есть те немногие, которые остались, они собираются вокруг Гадулия, которого поставил на вуходоносор. «И поклялся Гадулия им и людям их, и сказал им, не бойтесь быть подвластными халдеем, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». То есть Гадулия смиряется перед участью порабощенного народа, тем более, что большая часть народа оказалась в плену. Но всегда есть люди, которые не готовы смириться. И мы читаем. «Но в седьмой месяц пришел Измайл, сын Нефания, сына Элишамы, из племени царского, с десятью человеками, и поразил Гадулию, и он умер». То есть Гадулию убивают как коллаборациониста, который смирился с пленением Вавилонским. «И он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в массиве, их тоже убили. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники пошли в Египет, потому что боялись халдеев. Они как бы не исполнили приказ царя Вавилона Наву Худоносора, и теперь они убегают в Египет. В 37-й год переселения Иохании царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, Эвэль Мерудах, царь Вавилонский, в год своего воцарения вывел Эханею царя Иудейского из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, то есть слепого царя, пред глазами которого закололи его сыновей, новый правитель Вавилона выводит его из темницы, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. «И переменил темничные одежды его, и он всегда ел пищу у него во все дни жизни его, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его». И давайте посмотрим объяснение Климента Александрийского, это его строматы. Он оставил нам информацию о пророках времен Вавилонского пленения. На 12-м году царствования Садыкии, за 70 лет до владычества перцев, Навуходоносор воевал с веникиянами, иудеями, как повествует о том Берос в историях Халдеях, а Юба же в писании о сирианах сообщает, что заимствует исторические сведения у Бероса и таким образом свидетельствует о правдивости этого мужа. Итак, Навуходоносор, слепив Садыкию, отводит его в Вавилон, а весь народ, за исключением немногих, бежавших в Египет, переселяет. И продолжался этот плен 70 лет. Еремия же и Аввакум пророчествовали еще при Садыкии. На 5-м году его царствования пророчествовал в Вавилоне Изакеиль, а после него Наум, затем Даниил. После Даниила при Дарии I пророчествовали в течение двух лет Агеи и Захария, а после него один из двенадцати вестник Малахия. То есть пророки сохранились в народе Божьем даже в изгнании. И как такое возможно? Вот этот последний вопрос, который мы рассмотрим по книгам царей. Дело в том, что евреи всегда считали, что пророчествовать можно на Святой Земле. После того, как был построен храм в Иерусалиме, как бы только в этой земле можно было пророчествовать. Но мы видим действительно и пророка Изакеиля, и пророка Даниила, и других пророков в изгнании. Но интересная деталь. Когда говорится об этих пророках, вот Изакеиль, там Даниил, почему-то мы их видим рядом с какими-то реками. Что это значит? А зачем упоминаются эти реки? Они совершали омовение, живя в языческих землях. То есть все время поддерживали ритуальную чистоту, чтобы скверной языческой земли, чужого изгнания, она к ним не приставала. Как и в советское время, были верующие православные люди, 70 лет пленения, они преодолевали тем, что продолжали ходить в церковь, исповедовались, причащались, читали священное писание и не отступали от заветов своих отцов. А когда 70-летнее пленение прекращается, происходит восстановление храмов, монастырей и так далее. Таким образом, еврейское 70-летнее вавилонское пленение является неким прообразом. Что такое может произойти и с христианскими народами. Поэтому не случайно апостол Павел говорил все, что было с ними, то есть с древними евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И сегодня мы кончили изучать четыре книги царей. Я благодарю вас за молитвенную поддержку, что вот этот такой неподъемный труд мы все-таки с Божьей помощью совершили и дошли до конца. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы изберем другую книгу из Священного Писания, по которой начнем новый цикл бесед на библейском портале Экзегет. Спасибо всех, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok